Посмотрим на вот эту картину. Если вы посмотрите на рисунок птицы, вы можете сказать, жива она или нет? Да. Что да? Наверное, большинство из вас подумает, что она все-таки не жива. А теперь посмотрите на вот эту фотографию цианобактерий под микроскопом. Они живы или нет? Живы. Почему? Ну, а может, они поделились? На самом деле, это очень-очень сложный вопрос. Сейчас микробиология ужасно страдает, чтобы определить, глядя на микроскопы, он подрывает метки или нет. Для этого существует большое количество микробиологических метров. Ну, а стандартный метод микробиология для определения жизнеспособности микроорганизмов. А, кстати, зачем нужно знать, жив микроорганизм или нет? Если хочется посчитать, если ставили метод взаимные лазы, в общем, все-таки посчитать 100 раз в алкере и длиться культуре, если вы не включены. Ну, хорошо, это очень частный пример. А вот все-таки... Не узнать, а где целя... Это очень частный пример. А вообще, как в жизни человека... Медицина. В медицине, да. Совершенно верно, в медицине. Например, вы исследуете действия нового какого-то антибиотика. Она как эффективно или эффективно убивает бактерии. Чтобы научиться это делать, нужно научиться определять вывод после добавления этого антибиотика в бактерии или нет. Ну, есть еще множество ответов, что там... Для понимания вообще существования микробных сообществ, для оптимизации каких-то промышленных процессов, с которых используются микроорганизмы. А сейчас очень многие вещества получают с помощью микроорганизмов, которые разводятся в специальных таких больших культиваторах, таких ровных банков, в которых выдаются воздух и питательные вещества. То есть задач, которые решаются определением способностей микроорганизмов, очень много. А делают это обычно вот следующим образом. Берут чашку Петри, это вот такого размера лабораторная посуда, заливают в нее агар со всеми возможными питательными веществами, а потом берут какой-то небольшой берут жидкость и аккуратно наносят на поверхность этого агара с питательными веществами. И смотрят, что произойдет. Через некоторое время в начальственном центре появятся вот такие вот колонии, как сказано на этой фотографии. Понятно, что каждая колония — это огромное-огромное число клеток бактерий или каких-то других микроорганизмов. То есть бывают микроскопические грибы, которые не видны невооруженным глазом, но когда они образовали большую колонию за скоплением нескольких миллиардов летов, то они становятся длинной невооруженным глазом. И можно посчитать, сколько колоний выросло на чашке петли, и таким образом узнать, сколько бактерий или других микроорганизмов было в вашем образце воды из-под крана. В данном случае на чашку петли нанесли образец морской воды. И вы видите, что тут очень много разного цвета колоний образовалось. Это значит, что в этом образце присутствовало множество разных видов бактерий. Но если в этот же образец воды посмотреть микроскопы, попытаться посчитать, сколько там бактерий, то окажется, что их там намного больше, чем число образовавшихся колоний. То есть большая часть бактерий не дала начала никакой колонии, а остались лежать на чашке не тронены. Ну, может быть, они мёртвые, но на самом деле нет. Если взять этот же образец и проанализировать ДНК из этого образца, сейчас современные методы позволяют проанализировать ДНК из прям небольшого объёма морской воды, то окажется, что там даже видов бактерий больше, чем число колоний на этой чашке. То есть большая часть микроорганизмов не смогла расти на питательной среде, где есть все мыслимые и немыслимые питательные вещества. Почему же такое могло произойти? Ну, наверное, первый такой очевидный ответ, который напрашивается, что мы подобрали какие-то концентрации питательных веществ, какая-то температура была, которая выкупировалась из этой чашки. Но может быть, для разных бактерий подходит разная температура, или десозность среды для роста, или разная децентрация соли для разных бактерий оптимальная. То есть одни бактерии будут чуть больше соли, другие чуть меньше. И если начать комбинировать вот эти все параметры среди них, то окажется, что их очень много и перебрать все не представляется возможности. Но, может быть, есть и какая-то другая причина. Когда исследователи, занимавшиеся вот этими бактериями из морской воды, всаживали их на чашки, у них иногда получались вот такие интересные чашки. Смотрите внимательно. Вот тут растет один вид бактерий, вокруг этой колонии выросло множество-множество других колоний другого вида бактерий, а в другой части чашки ничего не выросло. Как такое могло произойти? Для этой чашки исследователи предположили, что один вид микроорганизм выделяет что-то очень нужное для других бактерий в окружающую среду, что позволяет им расти, в то время как в отдалении от этого микроорганизма бактерии расти не могут. То есть одни бактерии выделяют в окружающую среду что-то очень важное, что нужно для других бактерий, и только в этих условиях эти бактерии могут расти. Бактерийный симбиоз? Ну, это, может быть, сейчас мы про это поговорим. Что же это могут быть за вещества? Ну, во-первых, когда я сказал, что в чашке есть все мысли, что это не вещества, это, наверное, я немножко слугая, это, наверное, просто все перебрать невозможно, поэтому ученые предположили, что может быть дело в каких-то дополнительных питательных веществах, которые допустили. Они также предположили, что, может быть, бактерии умеют сообщать друг другу, а это правда, это вообще может быть тема для отдельной лекции, потому что бактерии переговариваются друг другу и регулируют, стоит ли или не стоит расти. Есть такие белки, которые сообщают другим бактериям, сколько бактерий находится в их окружении. На этой схеме они обозначены как факторы роста. И, может быть, для одного вида бактерий и для роста нужны факторы роста другого вида бактерий, и в конце концов, что эти бактерии не растут. Может быть, третье предположение было, что бактерии, вот эти негативируемые бактерии, которые не умеют расти сами по себе, как только начинают расти, начинают выделять в окружающих средствах что-то ужасно вредное. А другие бактерии, помощники, забирают это вредное вещество или каким-то образом его инактивируют. То есть это вот обозначено этой схеме, что по мере роста возникает какой-то стресс, это некультилируемые бактерии, а вспомогательные бактерии защищают этот от стресс. Вот это наши некультилируемые бактерии, обозначенные в центре слайда, которые не могут расти сами по себе. И вот было четвертое предположение, что это такое сложное вещество, сайдерафора, которое помогает захватывать бактериям из окружающей среды железа. Оказывается, чтобы получить из окружающей среды свою собственную клетку железа, бактериям необходимо сначала выспросить в окружающую среду специальное вещество, которое помогает этому железу проходить через клеточную мембрану. Ну, вообще любая аналогическая работа начинается с выдвижения большого количества гипотез, и вот следователи из группы Анофрея решили это проверить. Как же они это сделали? Они нашли один вид некультилируемых микроорганизмов и стали высаживать их на чашки Петри ровным-ровным слоем. А потом сажать к ним, может быть, знакомую вам бактерию, шерехиоколит, которая в данной ситуации выступала в качестве вспомогательной бактерии. И оказалось, что вот этот некультилируемый микроорганизм, который у них назывался клет-1104, некое крупное название, растет только рядом с кишечной палочкой шерехиоколит. Значит, кишечная палочка выделяет что-то очень полезное, что помогает растить этим бактериям, и без кишечной палочки, даже на богатой среде, эти бактерии растут не могут. Что сделали исследователи дальше? Они взяли множество-множество разных мутантов кишечной палочки. Сейчас практически в любой лаборатории задерживаются большие коллекции различных мутантов лабораторных микроорганизмов. А что из себя представляет обычный мутант? Это может быть кишечная палочка, в которой не синтезируется какой-то один конкретный пилот. Вот они стали перебирать эти штабные кишечные палочки, каждый из которых не синтезирует какой-то азилу. Например, они взяли кишечную палочку, которая не синтезирует этот фактор роста, к которому кишечные палочки переговаривают. Но оказалось, что вот эти мутантные кишечные палочки без фактора роста все равно помогают расти вот этому нашему штамму к лету 1104. А когда они взяли кишечные палочки без, которые не могут синтезировать такое вещество энтеробактивы, то оказалось, что и такие кишечные палочки уже не помогают. Что получилось? Что если мы берем мутантный штаб кишечных палочек, сажаем его на чашу, на которую у нас нанесено множество-множество бактерий к лету 1104, то они почему-то не растут. То есть вот этот энтеробактив нужен для того, чтобы наши некультилируемые микроорганизмы 1104 могли вырасти на чашке бетли. Чтобы дополнительно подтвердить свою гипортизу, что мы все делали в энтеробактине, они просто купили в бактерии энтеробактин, нанесли его на чашку, и вы видите, просто добавление энтеробактина помогло вырасти этим некультилируемым бактериям 1104. То есть вот они таким образом нашли то вещество, которое позволяет одному из видов некультилируемых бактерий вырасти на чашке бетли с садаром. Ну, вот тут я привожу формулу энтеробактин, у вас еще, наверное, не было химии, вы не можете воспринимать вот такие сложные формулы, но общее представление иметь, что это достаточно сложная молекула, которая умеет связывать железо. То есть энтеробактин — это сайдераформа, который был у нас на предыдущих слайдах, это вещество умеет связываться с железом и помогает проходить железо через мембрану бактерий, и таким образом доставлять железо внутрь бактерий. А железо нужно для работы некоторых бактериальных белков. Ну, давайте подведем теперь такой маленький итог по первой части, про некультилируемые микроорганизмы. Значит, количество микроорганизмов в среде обычно определяют по тому, сколько колоний образуется после того, как на чашку с агаром принесли какой-то заданный объем жидкости с этими микроорганизмами. Некоторые микроорганизмы неспособны расти даже на средах, где есть и мысленные, и немыслимые питательные вещества. В некоторых микробных сообществах, например, морской воде, таких микроорганизмов в большинстве, если вы высадите каплю морской воды, то у вас вырастет очень мало колоний, а на самом деле бактерий там очень много. Просто они не умеют расти на богатых средах. Неспособность расти бактерий на богатых средах часто определяется тем, что они не умеют транспортировать железо и не умеют сами синтезировать вещество, которое необходимо для транспорта железа. А вместо этого они воруют вот это вещество, другие бактерии, ну, не воруют, присваивают, которые умеют это синтезировать. И пока в среде не появилась бактерия, которая умеет синтезировать вот этот сайдерофор, другие бактерии расти не смогут.